За сутки в России от коронавируса умерло рекордное с начала пандемии количество граждан 820 человек. В Москве предрекают четвертую волну, а в Кирове новых инфицированных уже существенно больше, чем вчера. Об этом мы не только поговорим прямо сейчас. Вы смотрите «Дайвича». Меня зовут Надежда Ведерникова. Здравствуйте. Берут по два класса, не выдерживают, увольняются. В Госдуме обсудили нехватку педагогов в школах, как депутаты предлагают решать проблему. Власти региона задумали расселить граждан из аварийного жилья на два года раньше запланированного срока. За счет чего? В Ленгасово водопроводная вода станет чище, заверяют власти. В микрорайоне меняют водовод. Россияне просрочили банком платежей на триллион рублей. Зачем берут, если отдать не могут? Спросим у кировчан. В Кирове число заболевших коронавирусом растет. За сутки выявили 128 новых инфицированных. Вчера было 119. По официальным данным, дома и в больницах от ковида лечатся 9 тысяч человек. Зафиксирована в области вспышка ОРВИ. Как сообщают в Роспотребнадзоре, за минувшую неделю за медпомощью по поводу ОРВИ обратилось более 10 300 человек, что выше показателя предыдущей недели на 48%. Только в детские поликлиники Кирова ежедневно обращаются до 1500 граждан. Такую же тенденцию медики наблюдают и во взрослых поликлиниках, сообщают в Кировском Минздраве. Врачи настоятельно рекомендуют прививаться и от гриппа, и от коронавируса. Стоит только учитывать, что вакцинация от гриппа проводится с интервалом в один месяц после завершения вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Правила одинаковы для всех. С громкого заявления депутата Гурдумы Надежды Сураевой сегодня стартовало очередное заседание комиссии по социальной сфере. И речь опять же о вирусах. Парламентарий возмутилась, мол, пандемия на дворе, а члены комиссии без масок сидят. Впрочем, после недолгих препирательств и взаимных уколов с председателем Думы обсуждение повестки дня все же стартовало. Первая и, пожалуй, самая острая проблема – это дефицит учителей. В этом году на работу устроились 66 молодых специалистов. Каждому педагогу прикреплен наставник, но эта капля в море не скрывает проблему в администрации. Поэтому учителя вынуждены курировать по два класса. Многие не выдерживают такой нагрузки и увольняются. В начальных классах у нас не хватает учителей. У нас пока, к сожалению, недостаток учителей русского языка, иностранного языка и математики. Но все уроки в рамках государственного образовательного стандарта и расписания занятий в школах ведутся, поскольку учителя берут дополнительную нагрузку. Движение на прикрестке улиц Свободы и Горбачева ограничат с 23 по 29 сентября. Об этом напоминают в администрацию города. Это связано с аварийным ремонтом теплотрассы. Водители просят выбирать альтернативные маршруты движения. Власти региона хотят ускорить процесс переселения граждан из аварийного жилья. Для этого у Москвы хотят попросить денег. Заявку на досрочное получение финансовой поддержки для переселения граждан Кировская область направила в фонд содействия реформированию ЖКХ. Сейчас людей из аварийного жилья в регионе переселяют в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Планировалось, что до 2025 года в регионе будет расселено жилье, признанное аварийным, с 1 января 2012 по январь 2017 годов. Но по заверениям властей программа будет ускорена, то есть в планах досрочно завершить ее уже в 2023 году. Сразу после этого в области готовы приступить к реализации новой программы и расселять жилье, признанное аварийным, после 2017 года. Деньги на это, напомню, поручил выделить президент. Таким образом, в ближайшие годы в области новая квартира могут получить более 4300 переселенцев. В Ленгасово заменят водовод. Специалисты водоканала приступили к перекладке участка, идущего от фильтровальной станции до микрорайона. На станции происходит очистка воды, после чего она также подается в микрорайон Победилово и поселок Захарищево. Всего планируется заменить более 270 метров сети. Рабочие уже проложили около 130 метров водовода. Специалисты установили новый колодец, от которого пойдет ветка на Победилово. Таким образом, микрорайон будет запитан с двух ниток водовода. Перекладка проводится без отключения потребителей от ресурса. В планах подрядчика завершить работы к концу сентября. Труба здесь была уложена с 80-е годы, диаметр 500. Соответственно, непосредственно, сколько было, уже много повреждений на ней, она изоржавела. И было принято решение поменять ее на полиэтилен, диаметр 400. Россияне просрочили банкам платежей на 1 триллион рублей. Эксперты подсчитали, закредитованность людей растет, как и растет число тех, кто не отдает вовремя свои долги. Финансовые аналитики отмечают, сегодня суды выдают даже тем, кто уже тратит на платежи по кредитам свыше 80% своего ежемесячного дохода. Экономисты связывают это с несколькими факторами. Во-первых, стало проще взять кредит онлайн без справок и очередей в банке. Во-вторых, доходы жителей страны снизились, расходы в каких-то сферах даже выросли. Третье – психологический фактор. Люди хотят жить красиво здесь и сейчас, вот и покупают все в долг. Мы опросили кировчан, стоит ли влезать в долги. Мнения разделились. Дополнительные обязательства какие-то долговые, переплату. Нет, считаю, не надо. Я считаю, что нет. Почему? Потому что такие проценты большие, и что толку? Больше заплатишь. Как у меня брат всегда говорит, я лучше умирать буду, но ни за что не пойду брать кредиты. Ну, смотря какие, ипотечный кредит для жилья, приобретения жилья, если техника необходима, опять же, там или машина, или что. Ну, к сожалению, в настоящих реалиях сложно накопить, например, на квартиру сразу же сумму денег и за наличку взять квартиру. Ипотеку я поддерживаю, так скажем, пользуюсь ей. А кредиты от больших процентов нет. Но иногда негде взять, к сожалению, денег, и приходится к этому прибегать. Но я этим пользуюсь крайне редко. Нет, не стоит. Почему? Потому что кабала еще та. Подробнее о загредитованности россиян и о том, как избавиться от долгов, поговорим в вечернем выпуске «Дайвича». Не пропустите. И напомню, что оперативно следить за новостями можно также в наших социальных сетях. А если у вас есть новости, присылайте их нам. Номер на ваших экранах. Прямо сейчас смотрите прогноз погоды, а здесь в 13.30 продолжение сериала «Проводница». А у меня на этом все. В студии работала Надежда Ведерникова. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»